всем привет сегодня надо перебрать это шкаф мужской шкаф часу начинается то это ему надо то то надо то здесь не то лежит он найти чего-то не может короче нужно навести порядок ненавижу этот шкаф потому что он очень глубокий очень большие полки получается здесь две стопки всегда лежит это всегда вот такой хабур чугур сейчас надо поменять здесь лежат с коротким рукавом они уже сейчас не нужны поэтому надо их красиво все сложить положить в эту часть а с длинным рукавом передвинуть сюда как я складываю кофты обязательно застегиваю ворот воротник поднимаем вот я его подняла и сложила вот так складываю пополам складываю рукава пополам прикрывая и вот это у меня будет стопочка так формироваться следующую кофту вот там не воротник следующую я кладу сюда все кофточки сложила сейчас вот холодный период у меня начинается зима да поэтому светлый внизу темные наверху потому что в приоритете темные цвета когда наступит весна я просто переверну эту стопочку из первые будут лежать светлые а темные будут внизу я люблю сложные вещи вот так чтобы был спрятан воротник чтобы он был сложен аккуратно чтобы были сложены рука рукава это стой и с другой стороны удобно хорошо лежит не распадается но назад же никто так не сложит открыл посмотрел они не то но в лучшем случае вот так сделаем сложен и вот так поэтому я уже из того что потом все равно эта полка превращается вот в такие неаккуратно сложенные вещи я поэтому их складываю вот так например стопки когда порылись в ней когда что-то искали я периодически все это перебираю то как складываем замки кофты на замка не застегиваю замком наружу и пополам и также стопки воротник сюда воротник туда воротник сюда воротник туда когда кофты это совсем толсто и здесь получается провал и получается если на все на одну сторону то просто будет перекос в стопки кофта в полосочку всегда так складываю чтобы полосочка попала на стык чтобы когда в стопки это было это было видно что это с полосой чтобы не пи опять же чтобы не переворачивали всю стопку здесь я именно думаю о себе чтобы мне лишний раз сюда не заходить все кофты всегда застегиваю неважно замок пуговица вот те которые с коротким замком зеленым замком не застегиваю и опять же если фактурная вот такая такой перец значит я выворачиваю на лицо носки складываю по цвету складываю также как детский носочек как вот он связан складываю носок пяточку заворачиваю вовнутрь и 2 носочек заворачиваю здесь немного и приблизительно где-то делю на 5 частей вот заворачиваю 1 2 3 так видно какие носки они завернуты на лицо и иногда наизнанку когда вывернуты носки они немножко другого цвета здесь ясно жду так кладу а вот так отдельно вынимаю сразу бежевые носки бежевый светлый какие-то следы все упаковываю убираю они зиму целые восемь месяцев вообще не нужны поэтому они не должны нигде мешаться здесь хранятся платки тонкие носки и новые футболки всегда кладу чтобы не спрашивали когда надо сами брали ящик с трусами вкладываю трусы мужские пополам пополам этот кусочек сюда заворачиваю и вот так и таким макаром у меня складываются трусы вертикально удобно все цвета на роже какие также и трикотажные всегда в отдельной форме чистые ни с чем не сочетаются ни с каким шкафом отдельно как я складываю майки пополам майка пополам складывается складываю на лицо чтобы был виден ворот потому что ворот есть v-образный есть круглый чтобы не переворачивали футболку рукавчики заворачиваю один и второй вовнутрь и еще раз пополам складываю футболку вот у меня получается ворот здесь переворачиваю пополам и пополам и вот так у меня хранится футболки майки неважно но чтобы вот вырез и было ясно что это за футболка это за майка так майки расставляется в гардероб в шкафы очень удобно хранить никто ни с чем не путается всегда порядок даже если здесь наведут непорядок как-то вытащит одни или другие трусы то все равно все будет нормально не беспорядок носовые платочки маечки это я все делаю не для того чтобы и делал для себя чтобы мне потом легко было найти эту так всегда где моя синяя кофта где мои зеленые там носки какие-то все видно это для экономии своего же времени джинсы в основном все на лицо велюровые брюки которые с покрытием таким на которого прилипает все они всегда вывернуты наизнанку и брюки с лаксы они хлопчатобумажные эти брюки сильно вытираются поэтому их надо стирать очень хороших с оттенком шампуня в темные для темного и всегда я их храняю вывернутыми наизнанку потому что так они меньше изнашиваются все остальное на лицо правило у джинсы есть всегда какой-то карман с вышивкой так вот именно этот карман с вышивкой и будет снаружи лежать я их складываю в три раза ноги складываю пополам до матни и так заворачиваем так у меня хранятся джинсы и когда они лежат в полке можно просто перелистывать и понимать какие джинсы лежат и какие надо вытащить по карманам иногда они бывают одинаковых цветов вот так лежат джинсы полки разложила назад все что убирали там есть место и туда закладываем сюда убрала летние они не нужны иногда надеваются полку которая в самом удобном доступе все что носится сейчас и чуть-чуть потеплее кладу немножко под углом тогда видно все кофты если их ровно класть они иногда могут друг друга прикрывать а так когда идет такой небольшой лесенкой с наклоном тогда видно все деревяшки натираем тряпочка небольшое количество бальзама для волос все пользуются ленорами ну своими ополаскивателем и я ополаскивателями не в доме не пользуюсь по причине слишком яркого запаха у них и тогда и дом пахнет вот всем и вещи пахнут поэтому я пользуюсь бальзамами для волос те которые старые те которыми не пользуются ну или даже если пользуются все равно ими пользуюсь небольшое количество бальзама для волос он не пахнет и хорошо ухаживает за такой не очень обработанной деревяшкой еще один хороший вариант кокосовое масло кокосовое масло хорошо ухаживает за день за деревом и обеззараживает имеет антибактерия небольшое количество натирают дерево сразу хорошо выглядит хорошо выглядит и и грязь уходит и допустим вот здесь вот вот бальзам его просто стирает эту полосочку хорошо внутри шкафы тоже протираю бальзамом но не спрашивайте не знаю у меня шкафы не пахнут поэтому я не знаю как их обрабатывать если они пахнут кстати влажным я никогда внутри шкафы не протираю только каким-нибудь таким легким полирующим средством больше ничего так зеркало влажный сначала а потом тряпкой для стекол всегда считала тряпки для дома бесполезной тратой денег но оказалось нет тряпка для стекол великая вещь тряпок всегда миллион зачем покупать эти тряпки думала я около для зеркал и идеальненько влажная и эта тряпочка интересно всегда считала вот эти тряпки бесполезной тратой денег просто бесполезной когда можно что-то напшикать и вытереть но вот эту штуку купила самую дешманскую как только можно было найти 68 рублей а питерская наша ну думаю ладно не жалко будет хотя бы денег которые я выкинула девочки там подписчики писали кто-то гринвейм ползается кто-то еще чем-то думаю попал смотрю какая-то такая синтетическая тряпка просто разные вязка с двух сторон ну ладно реально хорошо вытирает я теперь и компьютеры и очки и кайф и я а и телефон панельку и ну прям ну все это тряпка вытирать что спасибо девочки а то кто-то там покупал какие-то такие салфетки я даже таких названий нигде не встречала ну где-то есть сетевые наверное какие-то фирмы все равно раз разные регионы нашей страны разные ну и люди живут в разных районах да вот допустим я в своей жизни ни разу не было в магнит косметик смешно да но я ни разу я даже ни разу не заходила в этот магазин потому что где-то мне он не попадается куда-то специально ехать в этот магнит косметик думаю зачем когда у меня все я могу купить в своих магазинах поэтому вот реально есть какие-то вещи которые вы мне подсказываете спасибо так что такие лайфхаки по уборке шкафа ну что всем пока до новых видео